Здравствуйте дорогие друзья! Праздник Рожешона, голова года. Основная заповедь праздника слушает рубление в шафар. Суть этой заповеди коронация Всевышнего над нами. Всевышний абсолютен, у него нет недостатка, он ни от кого ни от чего не зависит и наоборот, все зависит только от него. И не подобен земному королю, нуждающимся в избирателях. Так каким образом, посредством рубления в шафар, мы пробуждаем у Всевышнего желание быть королем над нами и дать жизненность всему миру еще на один год? Дело в том, что Бог выбрал еврейский народ и дал нам великий подарок Тору и заповеди в результате беспричинной доброты и любви, не поддающимся разуму и пониманию. Поэтому именно шафар, что это крик из глубины души, порыв, который нельзя выразить словами, плащ ребенка, обращенного к Отцу, который выше любых слов достигает такого уровня, где мы и Всевышний одно целое. Праздник Роша Шона – это также день суда, когда решается, кто будет записан в книгу жизни, а кто в книгу смерти. В этот день был створен первый человек, в этот же день он согрешил и в этот же день был судим. Поэтому каждый год в Роша Шона решается, какой у нас будет следующий год – полный благ и богатства или недостатков денежных средств. Год болезней и неудач или год успехов и крепкого здоровья. И определяющим в этом является количество сделанных нами добрых дел и искренняя молитва. Поэтому перед Роша Шона так важно сделать самоанализ всех поступков за прошедший год, определить то, что нам надо исправить, раскаяться за нежелательные вещи и принять на будущее так больше не поступать. И в особенности в период с 18 Лула до Роша Шона, в который принято делать шуву в каждой из этих 12 дней в соответствии с месяцами года. До свидания, всего доброго!